Наличие русской локализации зарубежных игр всегда было крайне важно для отечественных геймеров. Народу ведь в России очень много, а английский знают далеко не все. Когда-то это была довольно болезненная проблема — официальные переводы были в большом дефиците, а пиратские случались самые разные — вполне хорошие или мемные, например, от Фаргуса, и откровенно некачественные. Что уж говорить о русской озвучке игр — она была ещё большей редкостью, а если случалось, то актёры зачастую откровенно недоигрывали или, наоборот, переигрывали. Поэтому среди геймеров было распространено мнение, что лучше играть с оригинальным звуком. За последние лет 15 ситуация, конечно, изменилась. Мы получили много примеров качественной русской озвучки многих хитов, а голоса Всеволода Кузнецова, озвучившего Джоэла из трилогии «Власт о вас» и Геральта из «Ведьмака» Элизы Мартиросовой, ставшей голосом Элли, и Ильи Бледного, подарившего свой голос тому же Джону Сильверхэнду в Cyberpunk 2077, стали всеобще узнаваемыми и любимыми. Помимо больших официальных локализаций, есть качественные работы и от небольших студий, объединивших энтузиастов. Среди них, например, Mechanics VoiceOver, CoolGames и GamesVoice, на счету которой есть, например, титаническая работа по русскому озвучанию Hogwarts Legacy. Сегодня мы решили поговорить о наиболее ожидаемых русских озвучках от таких вот студий, ведь официальных переводов от многих крупных издателей сейчас, по всем понятным причинам, ждать не приходится. Star Wars Jedi Survivor В Star Wars Jedi Survivor, как известно, есть не только драки и пазлы, но и диалоги. Сюжету и проработке персонажей здесь уделяется достаточно внимания. По сюжету, через пять лет после уничтожения Ордена Джедаев, бывший подаван Кэл Кэстис фактически остался один, но о нем все равно прознали силы империи, и Кэл столкнулся с девятой сестрой, женщиной, которая раньше уже принесла ему немало бед. В общем, в сюжете есть свои интриги и неожиданные повороты, но тем и интереснее играть, слыша родные русские голоса. Над русским озвучиванием работает студия Games Voice. Как сообщают сами авторы озвучки, сейчас идут записи второстепенных персонажей, массовки и врагов. Параллельно сводится записанный материал. А совсем недавно начались и первые тестовые прогоны, призванные выявить всевозможные ошибки и нестыковки. Как видно по демороликам, персонажей в сценах много, и каждому подобран свой, вполне выразительный голос. В проекте уже задействовано более 40 актеров, и еще планируется привлечь почти столько же. Работу они проделывают большую, в игре под 30 часов звука. А учитывая отсутствие официального текстового перевода, ребятам приходится заниматься в том числе исправлением любительских субтитров, имеющиеся локализации им мало подходит. Релиз должен состояться в этом году. Если у вас возникают сложности с покупкой игр из-за ограничений, с Kids for Gamers вы можете снова вдохнуть свободу. Это торговая площадка с невероятным количеством товаров, и жителям РФ и Беларуси здесь доступно всё. Игры можно получать как ключами, так и гифтами. Можно закидывать игровую валюту, приобретать софт и пополнять свой баланс в самых крупных сервисах – Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo, Amazon и Netflix. В том же разделе можно купить подписку на PlayStation Plus и Xbox Game Pass. Здесь много разных продавцов, благодаря чему есть конкуренция, а соответственно, можно подобрать для себя наиболее выгодное предложение. Нет никаких сложностей с оплатой, в том числе имеется поддержка карт МИР. Наш промокод GSTV снизит стоимость совершенно любого товара на 20%. С ним вы добьётесь минимальных по рынку ценников. Плюс на Кейз for Gamers вам никто не запрещает торговаться. Попробуйте написать продавцу в чат и попросить у него скидку. Мы уверены, что у вас получится сэкономить ещё сверху 10-20%. Фраза «торговая площадка» – здесь не пустой звук. Ссылка в описании. Студия Mechanics Voice Over, подарившая нам русскую озвучку DMC Devil May Cry и ремейка третьего Resident Evil, сейчас активно работает над несколькими проектами. Один из самых ожидаемых – озвучивание Dying Light, где сюжет и диалоги занимают не последнее место. Напомним, что Dying Light вышла в 2015 году и стала во многом образцовой. Авторы здесь показали, как можно грамотно и эффектно использовать паркур, чтобы он был неприятным дополнением в геймплее, а важнейшей его составляющей. А ещё это пример того, как можно и нужно сочетать яркий зрелищный экшен с эмоциональной историей, выходящей за рамки для зомби-игр клише. Игрока, выступающего в роли агента под прикрытием, проникшего в ближневосточный город, сразу же заражают, поэтому, чтобы выполнить своё задание, он вынужден принять правила игры и адаптироваться. Наконец, это одна из лучших кооперативных игр своего времени. Сражаться вдвоём с опасными противниками, появляющимися в тёмное время суток, было особенно интересно. Сейчас именно Dying Light является одним из приоритетных проектов для студии Mechanics Voice Over, уже полностью озвучен пролог игры, а также дополнение The Bozak Horde, и сделано, судя по демонстрациям, всё тоже очень выразительно и качественно. «Я буду тебя направлять. Помни одно, без этих ловушек Брэкин до утра не доживёт. А если он не принесёт антизин, нам крышка». Alan Wake 2 Game The Voice также активно занимается озвучкой Alan Wake 2, где особенно важно сделать всё хорошо. Как известно, сюжет, персонажи, диалоги — тут даже лучше проработаны, чем сам геймплей. История начинается как обычный детектив про то, как агенты ФБР расследуют убийства, но быстро превращается в своеобразный твинпикс. Начинается сюрреализм, и всё переносится фактически в голову писателя, который, как нам кажется, выдумал все события игры и борется с собственными внутренними демонами. Работа над интерактивным психологическим триллером — это своего рода вызов для актёров. Студия Games Voice приняла его и сейчас активно занимается записью ключевых персонажей. Вовсю записывается голос Алана, готовятся материалы и по агенту ФБР саги. Параллельно исправляется исходный текстовый перевод. Ребята готовы озвучить и обещанное DLC, но пока воздерживаются от конкретных обещаний, ведь им неизвестны его объёмы и специфика материала. Более того, они даже пытаются перепеть мюзикл, который в игре исполняется вымышленной группой Old God of Asgard. Получится это сделать на уровне оригинала или нет — неизвестно, но даже если получится, то адаптированные композиции по традиции будут присутствовать в качестве дополнительной опции. Релиз русской озвучки Алана Уэгдова также запланирован на 2024 год. Эта история съест вас живьём. Эта история. Это монстр. А у монстров много обличий. Диско Элизиум — это действительно во многом уникальное и полностью нелинейное РПГ, где всё построено на диалогах, моральном выборе и использовании разговорных умений. Такое есть и в других играх, но только в Диско Элизиум умения превращаются в отдельных персонажей, с которыми вы можете общаться. И только здесь вы решаете, станет ли ваш персонаж радикальным коммунистом, расистом или наркоманом, повсюду шатающимся с проигрывателем. Надо ли объяснять, насколько ожидаемой и в то же время сложной, масштабной может стать русская озвучка Диско Элизиум. Тем не менее, студия Cool Games, известная по локализации таких игр, как Fallout 4, Fallout New Vegas и Vampyr взялась за такую работу. В декабре прошлого года она анонсировала озвучку Диско Элизиум и даже выпустила русский трейлер. Подробностей до сих пор нет. Пока в приоритете у студии — доработки по озвучке четвёртого Fallout. Каким же гопом станете вы? Диско Элизиум. Полностью на русском языке. Dead Space Remake Оригинальное Dead Space — это не просто хоррор, а хоррор, что называется, с претензиями и с несколькими уникальными механиками, вроде художественного распила врагов на части. Dead Space Remake вышел в 2023 году и стал первой за 10 лет игрой в серии. История, следующая традициям оригинала и фактически повторяющая их, переносит нас в 26 век. В роли инженера Айзека Кларка, приписанного к кораблю Ишимура, мы попадаем в ситуацию, описанную ещё в фильме «Чужой». Связь с кораблём прерывается, на экипаж нападает кто-то или что-то неизвестное, но очень страшное, и мы оказываемся предоставлены сами себе. В любом случае, Айзек берётся за оружие и пытается спасти своих выживших товарищей по команде. Естественно, легко ему на этом пути не будет. Авторы локализации говорят, что русская озвучка Dead Space давно записана и сведена, но есть проблемы с её запаковкой. Программист студии Games Voice пробует разные варианты. Есть частичные успехи, но всё ещё нельзя сказать, что к такому-то сроку точно всё будет готово. Впрочем, кажется, ждать осталось недолго. И подождать стоит. Судя по демороликам, актёры отлично сделали свою работу. Также в ближайшее время Games Voice должна выпустить локализацию одной из лучших кооперативных игр в истории. It Takes Two. Эта игра, напомним, сломалась терять и потом, что такие вот платформеры, а тем более на двоих, это явно не про сюжет. В It Takes Two он как раз важен. Мы играем за родителей маленькой девочки, которые оказались на грани развода, и благодаря некой волшебной книге любви взрослые персонажи превращаются в маленьких кукол. Родители, а по сути игроки, теперь не имеют другого выбора, кроме как действовать вместе. Только так, пройдя через обиды и разногласия, помогая друг другу, они смогут вернуть себе прежний облик и спасти семью. Русская озвучка такой важной игры имеет большое значение и для Games Voice. По последним данным, сейчас практически всё записано, материал сводится, начинаются тесты. Актёры Константин Карасик и Анна Киселёва в сумме работали над проектом 30 часов и успели стать для сотрудников студии словно родными. Бордерлендс 2 Первая Бордерлендс, вышедшая в 2009 году, стала одной из самых ярких игр своего поколения. Её авторы фактически сформировали современный жанр кооперативных игр и лутер-шутеров в том виде, в котором мы его знаем. Здесь двое игроков могли вместе весело кататься на одном багги и исследовать постапокалиптические пустоши на планете Пандора. Но мы при этом не просто расстреливали с видом от первого лица всё, что движется, но также прокачивали персонажа одного из выбранных классов и грамотно подбирали ему оружие. Пушек разного качества и редкости тут выпадало так много, что игру даже называли «диабло» от мира шутеров. Во второй части было всё то же самое, только больше и лучше. Кооператив увеличился в два раза, он поддерживает совместную игру для четырёх человек. При этом выросла и ответственность. Если долго не приходить на помощь другу, то это приведёт к его смерти и провалу задания. Кроме того, появились заснеженные локации и новые враги, и в целом выросли размеры мира, а сам он стал живее. Но при этом здесь также много шуток, персонажей-фриков и сюжетного контента на грани между пошлостью и настоящей драмой. Поэтому для многих важно слышать русские голоса в такой игре, и есть все шансы, что мы их услышим. Энтузиасты из Games Voice сейчас работают над озвучиванием Borderlands 2. За последние полтора года было записано больше двух часов материала, а сейчас пишутся непосредственно роли из игры. Как говорят в студии, высока вероятность, что в финальную версию 1.0 войдёт не только обещанное ранее расширение Протека Бахо, но и ещё два DLC, одно из которых довольно большое. Сам же релиз студия собирается представить в этом году. Grand Theft Auto Vice City Вторая трёхмерная игра из серии Grand Theft Auto вышла в 2002 году и стала одной из самых продаваемых игр в истории. Но куда важнее, что именно она во многом определила жанр трёхмерных игр в открытом мире. Здесь был запредельный уровень свободы, множество побочных заданий и возможность заинтересованно исследовать большой мир, который жил своей жизнью. Сюжет начинался довольно банально. Бандит выходит из тюрьмы и отправляется по заданию босса заключать очередную сделку, но он быстро превращается в драму в духе таких фильмов, как «Крёстный отец» и «Схватка». Неудивительно, что именно Grand Theft Auto Vice City – самая ожидаемая локализация от Games Voice, и вряд ли нужно объяснять почему. И это также одна из самых масштабных работ студии. Ребята полностью переозвучили игру. Как они уверяют, дублирован весь сюжет, все прохожие в игре и даже радиостанции – ведущие, джинглы, ток-шоу, реклама. Всего в проекте задействовано 150 актёров. Неудивительно, что в такой большой работе в какой-то момент возникли определённые технические сложности, а дату релиза не раз переносили. Но сейчас, если верить сотрудникам студии, трудности уже преодолены. Досводятся геймплейные реплики и радио. Дату выхода называть авторы не хотят. Дескать, всё равно уже никто не поверит. Пусть это будет сюрприз и, надеемся, приятный. Так интригуют нас в Games Voice. Resident Evil 6 Вышедшая в 2013 году шестая, а по сути восьмая в основной линейке, часть серии Resident Evil начиналась очень бодро. Уже в самом начале, играя за Леона Кеннеди, мы вынужденно убивали президента США, превратившегося в зомби. Но играли мы не только за Леона. Resident Evil 6 отличается тем, что позволяет пройти несколько кампаний за нескольких персонажей, в том числе за злодейку, вроде бы, Аду Вонг. В общем, это не просто хоррор, а довольно значимая и непростая с точки зрения озвучки игра. Однажды она уже была сделана, но совсем недавно в Меканиксовой Соувер возобновили работу над локализацией Resident Evil 6, точнее, над обновлением русской озвучки. На студии уже переписали многие ключевые роли из компании Леона, которого в обновлённом русском дубляже озвучивает Дмитрий Полиновский, он же Барт из Хоббита и Кано из Mortal Kombat. Известно также, что Ада Вонг теперь будет говорить голосом Светланы Кузнецовой, сыгравшей Малефисанто из одноимённого фильма, а мерзость Симмонса воплотил Евгений Иванов, подаривший свой голос карателю из The Punisher. Возможно, это ещё не все изменения. На данный момент студия проводит тестирование и собирается дальше улучшать озвучку первой кампании, после чего перейдёт и к другим. Кроме того, в Mechanics Voice Over сейчас переделывают русскую локализацию A Plague Tale Innocence и работают над ещё несколькими проектами. Среди них русская озвучка Crash Bandicoot 4, Trine 4 Melody of Mystery, A Way Out и Psychonauts 2. А ещё в ближайших планах значится Принцов Персия The Sands of Time ремейк. Kotor Russian Project Star Wars Knights of the Old Republic — важнейшая для BioWare игра, которая должна была доказать, что канадцы умеют не только делать фэнтезийные игры по Dungeons & Dragons, но и творить в совершенно другом сеттинге — в данном случае в научно-фантастическом. Она вышла в 2003 году и всё всем доказала, вселив уверенность в разработчиков и подполкнув их в дальнейшем к созданию Mass Effect. Ну и в целом это замечательная серия, омрачённая только тем фактом, что сиквел Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords, разработанный студией Obsidian Entertainment, вышел откровенно недоработанным, но это была вина не студии, а издательства, торопившего с релизом. Тем не менее, Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords многим полюбилась. Диалогов и эмоций, драмы — тут больше, чем в первой части. Неудивительно, что сейчас именно Star Wars Knights of the Old Republic 2 значится в списке игр, над которыми студиями Connects Voice Over очень бы хотела поработать. Между тем, в 2020 году был запущен фанатский проект по озвучке первой части, Kotor Russian Project. Тогда авторы даже собрали бета-версию русской озвучки, но затем поддержку проекта приостановили. И вот в этом году работы решили реанимировать. Авторы собираются доозвучить часть персонажей и переозвучить тех, кто, на их взгляд или, по мнению аудитории, высказанного после открытого бета-тестирования, либо не подходили персонажам по голосу, либо же из-за плохой аппаратуры на момент записи сильно отличались от основного костика актёрского состава. И есть уже вполне конкретные результаты. Кстати, в озвучивании участвуют актёры, озвучивавшие фильмы из саги «Звёздные войны», в частности, среди них — народный артист РФ Валерий Кухарешин, озвучивающий Джорака Ульна. А какие игры, по вашему мнению, обязательно должны заговорить по-русски? Пишите в комментариях. Будем рады вашим лайкам и новым подписчикам на наш канал, а также на Бусти и Телеграм. Играйте в хорошие игры и до новых встреч на GSTV!